Кто такой Александр Невский? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор В.Константинов Источник – интересная газета «Загадки цивилизации», номер 4, 2010 год Возвращаясь к событиям монголо-татарского нашествия, а именно к 1237-1238 годам сталкиваешься с изрядным количеством загадок. Прежде всего, пресловутая «Дикая Орда» действовала с непонятной избирательностью. Волховские князья, обитавшие в Южной Волыне, отчего-то не подверглись разгрому вовсе. Преспокойно присягнули Батыю на верность, и их владения остались в полной неприкосновенности. Если принять версию, что Батыева нашествия – это всего лишь борьба Ярослава и Александра с соперниками, то ничего удивительного тут нет. Сообразили вовремя, что с Ярославом и Александром шутки плохи, не лезли на трон, не пытались стать конкурентами. Не в пример более загадочной выглядит история с Козельском. Летописцы в один голос твердят, что Батыева Орда на семь недель задержалась возле крохотного городка, штурмуя его с необъяснимым упрямством. Никакого стратегического значения городишко не имел, и, тем не менее, ордынское войско полтора месяца топталось у его стен. Здесь возникают вопросы, почему степняки, к тому времени обучившиеся владеть китайскими камнеметами и стенобитными машинами, в случае с Козельском это всё своё умение как-то сразу растеряли. Практически все крупнейшие города Руси держались не более 6-7 дней. Чтобы объяснить этот феномен, классическая версия утверждает, что Козельск был расположен так удобно для обороны, что все китайские машины оказались бесполезными. Почему, столкнувшись со столь неприступной крепостью, реально не имевшей стратегического значения, завоеватели не махнули рукой и не умчались в поисках добычи полегче? Тем более, что и грабить в таком крохотном городке нечего. На эти вопросы официальная история предпочитает не отвечать. Нет версии, монголы-татары просто взяли и задержались у Козельска, захотели так, а искать в их поступках логику бессмысленно. Азия. Есть ещё гипотеза, по которой считается, что татары мстили Козельску. Князь Черниговский и Козельский Мстислав 15 лет назад, будучи на Калке, принял участие в убийстве татарских послов. И хотя к тому времени он уже умер, татары считали, что его подданные несут коллективную ответственность за убийство послов. Однако на Калке воевал и принимал участие в убийстве татарских послов смоленский князь Мстислав Борис Романович Старый. Но Смоленск вообще не подвергся татарскому удару. Ни в 1237-1238, ни после. В пределах смоленского княжества татары иногда показывались, но на сам стольный град в Смоленск не нападали никогда. За одно и то же прегрешение Козельцы заслуживают самой суровой кары. Зато жителей Смоленска можно оставить в покое. В реальности ничего подобного случиться не могло. Либо есть обычай, либо его нет. Либо коллективную ответственность несет всякий, кто посекнет на послов. Либо… Дело в том, что в Козельске сидел князь из Черниговской династии, той самой, с которой Ярослав и Александр Невский боролись, как с одним из конкурентов. То же относится и к Рязани, где погибли не только князь, но и его жена с малолетним ребенком. Повесть о разорении Рязани Батыем представляет собой чисто литературный вымысел и утверждение, будто рязанского князя убили в Орде, а его супруга в отчаянии покончила с собой. Никак не могут выглядеть достоверными. Если Батый — дикий татарин, жаждавший добычи, совершенно непонятно, почему его войска внезапно повернули от Новгорода. Одно время господствовала теория, будто все произошло из-за ранней распутицы, охватившей огромные пространства и превратившей их в сплошное болото. Однако есть документальное подтверждение, что в XIII веке в Северном полушарии как раз наблюдалось повсеместное похолодание, которое климатологи даже именуют «малым ледниковым» периодом. Во-вторых, несколькими годами спустя в том же месяце младший брат Александра Невского Андрей в кратчайшие сроки прошел тысячу километров, спеша сратью на помощь брату. Такое возможно в одном единственном случае, если конница шла по замерзшим рекам и озерам. Так что погода здесь ни при чем. Батый — это и есть Александр Невский, который не пошел на Новгород, потому что это был его город. Кто штурмует свои владения? Странно затянувшаяся осада Газельска и упорство, с которым татары добывали город, получает вполне разумное объяснение. Невский стремился уменьшить число возможных соперников насколько удастся. Относительно Смоленска немного иная причина. Если Батый — степной пришелец, озабоченный лишь добычей, совершенно непонятно, почему татары так никогда и не сделали не единой попытки овладеть Смоленском — одним из благополучных и богатых городов Руси. Если Батый — это Александр Невский, его нежелание овладевать городом имеет веские причины. Смоленск на то время, по богатству уступавший лишь вильникаму Новгороду, в год татарского нашествия представлял собой не такую уж легкую добычу, не только потому, что был не тронут многочисленными междоусобицами, а значит укрепления его оставались в целости. Смоленск был центром международной торговли, в городе было множество торговых дворов и складов, принадлежащих многочисленным иностранным купцам. Нападение на столь значимый центр международной торговли имело бы для виновника нехорошие последствия. Против него немедленно ополчились бы не только свои купцы, но и иностранные государства, чьи подданные и их добро неминуемо пострадали бы при штурме. Могли последовать ответные меры против русских купцов за границей, примеров предостаточно. Могли бы такие соображения остановить степняка Батыя? Ни в коей степени, мировое общественное мнение ему не указ. Могли бы такие соображения остановить Батыя Александра? Обязательно, в конце концов его целью была не добыча, а усиление своей власти над Руссию, что требовало умения вести сложные политические игры, учитывать многие факторы. Александр ни за что не стал бы ставить под удар внешнюю торговлю Руси. И ещё один вопрос нашествия. Почему самые крупные города держались против татар считанные дни? Рязань пала через шесть дней, примерно так же обстояло и с другими городами. Между тем не только маленький Козельск держался семь недель, но и столь же небольшой «торжок» пал только на третью неделю. Ответ прост – Торжок и Козельск не пострадали в результате внутренних междоусобиц, сохранили и укрепления, и большое количество людей, годных для ратной службы. А вот стольные города ко времени татарского вторжения были как раз в самом плачевном состоянии. Особенно ярко это проявляется на примере Киева, который «татары» взяли за несколько дней. И это очень странно – Киев был одним из крупнейших городов, не только Руси, но и всей Европы. Его сравнивали с Царьградом. В нем, по свидетельству Титмара Марсибургского, гостя из Германии было восемь рынков и более четырехсот церквей. Столь быстрое падение Киева было настолько загадочным, что даже сочинили байку про осаду Киева в 93 дня. На самом деле это не так, 93 дня – это срок не между началом и концом штурма, а первым появлением татарской рати и взятием Киева. Сначала у киевских стен появился Батыев воевода Менгат и пытался уговорить киевского князя сдать город без боя. Но его послов киевляне убили, и он отступил. А через три месяца пришел Батый и за несколько дней взял город. Именно промежуток между этими событиями и называют долгой осадой. Почему же Киев пал так быстро? Титмар Марсибургский был в Киеве в XI веке, когда город, мать городов русских, еще не вступил в полосу княжеских усобиц. Батый пришел чуточку позднее, и вот что случилось за это время. 1169 год. Андрей Боголюбский, суздальский князь, взял город 8 мая. Два дня победители его грабили. Ипатьевская летопись. Грабили же два дня весь град, и не было милости никому, ни церквам, ни крестьянам, ни всем, кого вязали. И были в Киеве стинания великие жители его, и печаль, и скорбь неутешная. Это не злые татаровья, это русские христиане. Далее. 1174 год. Киев захватывает Ярослав Луцкий. Его выгоняет Роман Ростислава. В том же году Ярослав возвращается. На него нападает Святослав Олегович. Прогоняет, грабит приверженцев Ярослава. Все эти перипетии не влекли за собой разрушений и повального грабежа, как в 1169 году, но без пожаров, погромов и убийств не обходилось. В 1204 году в Киев нагрянул Рюрик Ростиславович с Половецким войском и, говоря современным языком, предложил свою кандидатуру на безальтернативной основе. Когда киевляне отказали, начался штурм. Лаврентьевская летопись. Сотворилось великое зло в русской земле, какого не было со времен крещения Киева. Монахов и монашенок, почтенных годами, изрубили, а попов старых и слепых и хромых, и иссохших в трудах, всех изрубили, а иных монахов и монахинь, и попов с попадьями, и киевлян с сынами их и дочерями, в полон увели. Представляете, что творилось в городе, когда он пылал от края и до края? На этом киевские невзгоды не заканчивались. Рюрик сел таки на киевский престол, но потом в одном из военных походов его изловил князь Роман и насильно постриг в монахи. Однако через год, когда Роман погиб, неугомонный Рюрик собрал дружину. Вновь после боев и грабежей воссел в Киеве. Дальнейшее больше напоминает ожесточенную и многолюдную кабацкую драку. Рюрика несколько раз вышибают из Киева князья северской земли. Он зализывает раны, собирает силы и вновь является под киевские стены, берет город, его выгоняют, он возвращается. Обе стороны старательно опустошают земли своих противников и мстят горожанам, наверняка в конец уже осатаневшим от такой неопределенности бытия. В конце концов Киевом, не без насилия понятно, овладевает Всеволод большое гнездо. Но в 1212-м его силой изгоняют смоленские князья и сажают на стол Мстислава Романовича. Татары подошли к разоренному, полуразрушенному городу, где в стенах зияли проломы, а защищать эти стены оказалось крайне затруднительно из-за нехватки людей. К тому же Киев был брошен князем Михаилом. Едва узнав о приближении татар, он поспешил скрыться. Прослышав о бесхозном столе, в Киев прискакал Даниил Галицкий, поставил там своего тысицкого Дмитрия и уехал. Воинов, кстати, не оставил. Именно Дмитрий, человек в Киеве совершенно новый, возглавлял оборону полуразрушенного, обезлюдившего города, где на стенах стояли не профессиональные воины, а обыкновенные жители. Любопытно, что Дмитрий, взятый в плен раненым, не был ни казнен, ни пытан. Наоборот, как в полном согласии пишут несколько летописцев, Батый приблизил тысицкого к своей особе. И Дмитрий участвовал в походе татар в Европу. Как ни в чем не бывало, ему предложили новую службу, и Дмитрий ее принял. Поэтому вывод вполне очевиден – вторжение Батыя удивительнейшим образом совпадает с пиком острейшего управленческо-политического кризиса, бушевавшего на Руси. В начале XIII века дробление княжества достигло крайней степени. Вызвано это тем, что на Руси, говоря современным языком, произошло перепроизводство князей. Предложение превышало спрос. Князей стало слишком много, а престолов не хватало. Появляются татары и наводят порядок. В годы, непосредственно предшествовавшие татарскому вторжению, Русь погрязла в бесконечных войнах, смутах, кровавой неразберихе. С появлением татар все меняется самым кардинальным образом. Воцаряется порядок, среди множества русских князей один становится старшим, получив так называемый ярлык на великое княжение. На тех, кто пробует выступать против такого порядка вещей, и по старинке развязывать междоусобные войны с завидной и загадочной регулярностью обрушивается ордынская конница. Здесь не нужно ничего измышлять и притягивать за уши. Подробное знакомство с деятельностью ордынцев на Руси приводит к выводам – ордынцы не занимались другими делами, кроме поддержки порядка на Руси. И опять это уникальная ситуация – татары ведут себя так только на Руси. В других странах они нисколько не заботятся о поддержании порядка и создании стройной системы великого княжения. Стоит лишь признать, что Русь и Орда – одно и то же, как исчезают все до единой странности, нелогичности, непонятности. Все укладывается в стройную систему. Орда – всего-навсего войско Владимира Суздальских князей, силой вводивших на Руси единоначалие. С 1328 года, когда единоличную власть над Русью взял Иван Калита, и до времени войн с Мамаем татарских набегов на Русь не зафиксировано. Автор – В.Константинов Источник – интересная газета «Загадки цивилизации», номер 4, 2010 год. А как вы думаете, был ли Баты на самом деле? Или это вымысел историков?